Пожалуй, начнем про амортизаторы, если у меня у кого не осталось вопросов по пружине. Вопросов, судя по всему, не осталось. Итак, амортизаторы. Тут придется сильно подумать, включить воображение и желательно представить себе работу подвески. Для этого я даже временно переключусь на YouTube. То есть вот она наша подвеска, да? Еще больше визуализации. Немного про амортизаторы. Если пружина влияет непосредственно на жесткость всей подвески, то амортизаторы влияют исключительно на скорость ее работы. Регулировка пружин, естественно, тоже влияет на скорость работы подвески, но она относится к жесткости. Амортизаторы придают жесткость подвеске только при ее работе. То есть, в чем заключается работа амортизаторов? Они, по сути, замедляют движение подвески при ее сжатии и разжатии. Вот в этом баллоне находится в основном масло, которое постоянно проходит через определенное отверстие. Если вы посмотрите на настройку машины в коррексе, или просто ее вспомните, то там у вас есть число, да, некое, которое измеряется в тысячах, а то и в десятках тысяч. Это сопротивление, которое оказывает влияние на работу подвески. То есть, когда вы перемещаете ползунок вправо, увеличивая значение, вы уменьшаете диаметр этого отверстия, в секунду проходит меньшее количество масла, соответственно, амортизатор становится жестче, то есть он двигается медленнее. Когда вы амортизатор расслабляете, то есть уменьшаете значение, диаметр отверстия увеличивается, через него проходит большее количество жидкости, и подвеска срабатывает быстрее. Простой пример. Какая-нибудь старая Жигули ВАЗ-2105, которая каждый день по грядкам ездила, вы, может быть, замечали, что такие машины после проезжания по лежачему полицейскому еще километра два качаются. Это из-за того, что у них убиты амортизаторы. То есть они продолжительное время хорошо поездили по кочкам, эти кочки пробивали амортизаторы до конца, либо же перегревали масло, масло в них закипало, превращалось в какую-то жижу, непригодную для использования, и амортизаторы переставали работать. Поэтому эти машины просто едут на пружинах, а пружины, как мы знаем, работают не только на сжатие, но и на разжатие. То есть они всеми силами стараются привести себя в изначальное положение. Поэтому машины, которые ездят на пружинах, вот так вот весело и забавно трясутся после каждой неровности. Амортизаторы как раз таки сделаны для того, чтобы гасить подобные колебания, не давать машине тысячу лет качаться после каждой неровности. Они влияют на все ее поведение. Принемся к Рексу. Сжатие амортизаторов — это, соответственно, сопротивление на сжатие, а дубой — сопротивление на разжатие. На что это все влияет? Самое главное, в чем отличие быстрого сжатия от обычного? Быстрое сжатие влияет на неподрессоренные массы. Есть такой термин, как подрессоренные и неподрессоренные массы. За подрессоренную массу можно представить, как движение кузова относительно дорожного полотна. Это все подрессоренная масса. Неподрессоренная масса — это движение колес и подвески относительно кузова. Сейчас пойдет визуализация. Итак, все поняли, что такое подрессоренная и неподрессоренная масса? Теперь вопрос. Вот сейчас я запущу видео. Какой параметр отвечает за это движение подвески? Неподрессоренная масса. Еще варианты? Какой именно подвески? Передний, задний? Передний, задний. В принципе, тут и передний, задний сработал на данном моменте. Кузов остался на месте, только колеса работают. Я имею в виду быстрый или обычный? А, тут? Быстрый, обычный. Это обычный. Это быстрый. Ну, быстрый. Обвески на масса. Неподрессоренная масса. Те, кто ответил быстрый, были абсолютно правы. Так как произошло, грубо говоря, изменение положения неподрессоренной массы. Именно колес относительно кузова. Поскольку мы видим, что при взлете кузов практически не изменил свое положение, колеса сильно изменили положение, плюс это был прыжок за быстрое движение. В принципе, любые быстрые движения у нас отвечают, соответственно, быстрые параметры амортизаторов. Другой момент видео. Вот такой момент. Мы видим очевидный крен кузова без всяких прыжков. Именно крен кузова относительно дорожного полка. Соответственно, это подрессоренная масса, и за это движение отвечают уже медленные параметры амортизаторов. Медленные, они же обычные. Итак, что мы можем этим добиться? В основном, настройка быстрого сжатия и отбоя, она происходит при учете дорожного полотна. То есть, если у нас на трассе присутствует много неровностей, поребриков, при каких-нибудь прыжках и даже при старте, у нас работают быстрые параметры амортизаторов. Допустим, у нас быстрое сжатие и отбой сзади полностью выкручено. Как видите, машина практически не приседает на старте. Это не гарантирует оптимального зацепа. Желательно, чтобы она приседала чуть сильнее, но это не столь важно, сколько общее поведение ее на трассе. Мы выкручиваем, вернее откручиваем эти показатели. И вуаля, что мы видим? Машина чуть больше приседает. Естественно, она не будет кардинально, поведение ее меняться не будет, так как все-таки за движение кузова отвечает обычные параметры сжатия и отбоя. Но все равно, немного больше она приседает. Плюс, как видите, появилась вот эта самая раскачка. Насчет раскачки. Сразу скажу, если вы будете изменять параметры по отдельности и говорить, что я что-то неправильно сказал. Так вот, за раскачку отвечают оба параметра, так как вначале идут, естественно, быстрые колебания. Быстрые колебания — это быстрое сжатие и отбой. Так как амортизаторы все-таки работают и их гасят, то через какое-то время они переходят в владение медленных сжатия и отбоя. На старте в основном нужно настраивать именно быстрые параметры, так как после старта у вас появляется резкое увеличение зацепа и подвеска загружается максимально быстро. Но далее начинают работать уже медленные параметры. Итак, медленные параметры для прыжков, неровностей, кочек, подъемов разнообразных настраиваются под трассу, под каждую желательно, поскольку на самом деле они много на что влияют. За счет только правильных настроенных амортизаторов можно менять и поведение автомобиля практически полностью, а также сделать его приспособленным под ту или иную трассу и получить с этого очень много профита в виде зацепа в основном, естественно. Помимо зацепа очень много удобства управления. В чем заключается суть настройки? Когда вы наезжаете на поребрик, если у вас зажат амортизатор, что в среднем лучше, то он, естественно, на поребрике у вас не сработает. Однако, если у вас слишком сильно он разжат, то он на сжатии будет слишком сильно пробиваться, и машина будет ощущаться чуть более валкой. То есть для стабилизации автомобиля нужно зажимать амортизаторы, но слишком сильно зажат амортизаторы ведут к потере зацепа на неровностях. Если у тебя будет стоять большое сжатие с маленьким отбоем, это никуда не годится, поскольку теряет всякий смысл. То есть, считай, у тебя колесо будет медленно сжиматься, но при этом быстро возвращаться в исходное положение. Для прохождения неровности это даже по логике неверно. То есть у тебя будет жесткая подвеска на срабатывании, и потом она будет по приколу быстро возвращаться, и эта машина будет ощущаться такой расхлебанной. Если же ты сделаешь ее слишком мягкой, она потеряет в стабильности, потеряет в зацепе, так как увеличатся крены и потеряется информативность в управлении. То есть она будет управляться с небольшой задержкой. Плюс к этому, после того, как ты проехал по поребрику, она продолжит сильно раскачиваться и продолжит терять зацеп. Нужно искать такие параметры, и специально желательно кататься по всем неровностям трассы до того момента, пока вы не попадете в значения, в которых у вас машина будет плавно преодолеть все неровности, то есть не будет на них подпрыгивать. И при этом они должны быть максимально жесткими. Вы должны увеличивать эти значения до тех пор, пока машина не начнет себя вести неадекватно на неровностях. Я уже говорил, как важна жесткость подвески для управления автомобилем. Так вот, амортизаторы, чем они жестче, тем быстрее они перераспределяют массу по осям. Если амортизаторы у вас будут слишком мягкими, у вас получится тот же эффект, что от жесткости подвески, но только во время непосредственной ее работы. То есть это, по сути, та же настройка жесткости подвески, только она больше влияет на получение зацепа. Быстрыми параметрами все понятно, можно перейти к медленным. Вот насчет зацепа как раз они за это и отвечают. Основная задача в том, чтобы колеса постоянно находились в контакте с дорогой. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы ничего не препятствовало работе подвески и пружин, соответственно, да? Но при этом мягкие амортизаторы, опять же, ведут к раскачке подвески. Если подвеска будет раскачиваться, зацеп будет плавающим. Если же подвеска будет слишком жесткая, внешние колеса рискуют быть перегруженными, плюс зацепа в среднем будет меньше. Как я это вижу? Как это, в принципе, с точки зрения физики работает? Так, момент старт. Подвеска, соответственно, у нас сжимается, загружается. С жесткими амортизаторами у вас подвеска загрузится максимально быстро. Соответственно, в момент, когда она загрузилась, она начинает разгружаться. После загрузки, если у вас будет потеря ускорения, она у вас рано или поздно наступит. То есть ускорение у вас будет уменьшаться с увеличением скорости в любом случае. Подвеска начинает быстрее разгружаться. Жесткие амортизаторы как раз таки не позволят ей сильно сжаться. Больше всего зацеп получают колеса, когда подвеска сжимается максимально сильно. Для этого, как раз для драговых машин, они стараются сзади поставить либо стоковую подвеску, либо максимально мягкую, которую вообще найдут под свою машину. Нужно амортизаторы сзади желательно ставить наиболее мягкими, чтобы подвеска адекватно прожималась. И при этом отбой должен быть больше, чтобы она медленнее разжималась. Соответственно, медленнее терял зацеп на задних колесах. В среднем должна быть настройка такая. Ну и в корыксе, в принципе, при одинаковом положении ползунков, как вы видите, значение при отбое стоит больше. Амортизаторы имеют еще более личный характер в плане настройки, поскольку они больше всего, больше других настроек влияют на характер автомобиля. Например, зажатая передняя подвеска. Несмотря на то, какое стоит у нас вот здесь значение, это в любом случае будет чувствоваться. Но, естественно, чем мягче пружина, тем больше разница будет между мягкими амортизаторами и зажатыми амортизаторами, поскольку при жесткой подвеске она, естественно, никуда не будет ходить и так, и так. На мягкой подвеске это проще всего правочувствовать, поскольку жесткие амортизаторы... дают быстрое перераспределение веса. То есть на передние колеса при любом нажатии сцепления, как видите, у меня морда резко клюет, и на нее очень быстро переходит вес. Этот переход веса вы можете определить по получению зацепа на передних колесах. То есть, когда я нажимаю сцепу, у меня приседает морда, на ней резко появляется очень много зацепа, и получается резкая перекладка. То есть она как бы у меня такая пружинистая сейчас получилась, да? Если же мы поставим мягкие амортизаторы спереди, характер автомобиля поменяется кардинально. У нас передняя подвеска теперь будет срабатывать гораздо быстрее. Она гораздо сильнее прожимается, и как видите, за счет этого прожатия зацепа становится еще больше, но он появляется не так резко, и довольно быстро пропадает. И перекладка из-за этого получается более размазанной и мягкой. И точность перекладки, как видите, потерялась. То есть, если я раньше перекладывался в определенный угол и в нем ехал, то сейчас у меня машина продолжает немножко спиниться, больше, чем нужно. Это вот как раз-таки мешает управлению. Управление ее мешает.